Ну, особого знакового символизма я в этом заявлении не вижу, потому что закавказская или южнокавказская политика России имеет долгие, глубокие корни. Поэтому то, что сегодня было сделано это заявление, это лишь констатация того, что реально есть и по-другому быть не может. Вектор закавказской политики России сохранится. Да, были формы, различные формы охлаждения. Сейчас эта форма охлаждения имеет субъективный фактор, потому что фактор Пашняна является раздражающим. И Пашнян действительно в своей политической доминанте видел, на мой взгляд, делал излишнюю справку на Россию. В этом плане вхождение в процесс регулирования внешних акторов в лице, допустим, Франции и Соединенных Штатов Америки, это тоже имеет свою историческую, политическую, цивилизационную подоснову. Будет просто-напросто евразийский вектор развития, российский вектор развития дипломатических отношений и контактов между Азербайджаном. Наряду с этим будет западный, олицетворением которого будет Франция в большей степени и США в меньшей степени. Есть отдельные заявления как армянской, так и российской стороны. Я думаю, до напряжения еще далеко. Но есть охлаждение. Охлаждение отношений есть. И оно появилось не сейчас, оно появилось, на мой взгляд, еще раньше, когда Пашнян пришел к власти и в результате известных событий трансформировал политическую систему. Первые заявления Пашняна носили такой охлажденный антиевразийский характер, поэтому была настороженность. Сейчас эта настороженность трансформирована в более осязаемые очертания, к сожалению. К сожалению, так. Но я думаю, такого серьезного сдвига в российско-армянских отношениях не произойдет. Однозначно субъективный фактор в закавказской и в целом мировой политике сейчас, к сожалению, во многом определяющий. Мы видим это на примере Украины, мы видим это в разе случаев на примере регионов Средней Азии. Конечно, без Пашняна действие было бы другим, потому что с Сержем, с Арктисяном, с Кочаряном был постоянный вектор сотрудничества, было полное понимание, прям полное понимание. И была даже выработана, на мой взгляд, уже определенная модель решения конфликта на фоне заявлений негативного характера в отношении российских миротворцев. Однозначные схемы предложить невозможно. И это проблема. Однозначного сценария тоже предугадать невозможно. Это тоже проблема. И третья проблема. То, что боюсь на уровне нынешнего политического руководства Армении в лице Пашняна, нет достаточного осознания того, что Запад, это было уже в армянской истории, Запад реально помочь не сможет. Поэтому здесь, я думаю, аналог Генштаба, аналог МИДа и аналог других ведомств пока этот вариант не прорабатывается.